Друзья, добрый день! Предлагаю на несколько минут перенестись в парламент Республики Казахстан, потому что прямо сейчас там говорят очень интересные вещи. Поехали! Тем не менее, становится очевидно, что этот подход не решает проблему, которая сводится к легкости получения гражданами онлайн займов, что связано с высокими рисками мошеннических действий по оформлению займов на третьих лиц. Так, например, 6 мая в СМИ появилась информация о мошеннике, который оформлял кредиты под чужим ИИН, где они были открыты в открытом доступе. При этом его жертвами оказалось порядка 100 граждан из разных регионов. Преступник оформлял кредиты через онлайн-банкинг. И таких случаев именно оформления онлайн-займов очень много. По данным Генеральной прокуратуры, за последние 5 лет число киберпреступлений выросло в 10 раз. Уже зарегистрировано более 20 тысяч эпизодов. 20 тысяч зарегистрированных правонарушений. Вы представляете, какая-то колоссальная цифра. Представляете, если одному мошеннику без проблем удается оформить 100 займов, то что будет, если таких мошенников окажется сотней? То есть наши с вами деньги, откровенно говоря, могут исчезнуть. А исчезают они по простой причине. То есть в один прекрасный день вы узнаете, что на вас оформлен заем. Вы идете в правоохранительные органы, надеясь, что там сейчас все разберутся. Пишите заявление, регистрируют заявление, возбуждают уголовное дело. И просто на этом весь процесс останавливается. Почему? Потому что, во-первых, мошенник может быть за пределами нашей страны. И это все обусловлено какими-то там международными поручениями, что никогда не выполняется. А во-вторых, у следователя тупо не хватает на это времени. Представляете, 100 человек пришло, написало заявление. Следователь один. Естественно, на всех его не хватит. Проблема, которая существует на сегодняшний день. Дела не раскрываются. А онлайн-займ придется все равно выплачивать. Потому что микрофинансовая организация, со своей стороны, обосновывая свою позицию, подает в суд. Говорит, доказывает, что деньги ушли именно на ваше имя. И пока правоохранительные органы не нашли виновное лицо, кредит придется платить вам. 20 тысяч человек именно столкнулись с такой проблемой. 20 тысяч человек не могут вернуть свои деньги. И 20 тысяч человек – это, пожалуй, не окончательная цифра. Высокий процент является основной причиной попадания населения в долговую яму. В результате чего они могут быть лишены своего имущества, в том числе и единства жилья. Доля проблемных займов микрофинансовых организаций ежегодно растет. Так, по состоянию на март 2022 года, из 1.212.000 заемщиков МФО, 435.000 являются проблемными займами. Это только те, которые отражены на балансе МФО. Это только те, которые находятся на балансе микрофинансовой организации. К сожалению, эта цифра далека от действительности. Во-первых, потому что микрофинансовая организация, накопив определенное количество должников, просто-напросто в один прекрасный день продает это все физическому лицу. А тот уже на основании исполнительной надписи начинает это все потихоньку взыскивать в предыдущем порядке. А этот баланс, он просто-напросто существует на момент какого-то запроса, либо проверки. И третье, микрофинансовые организации далеко не все выдают займы легально. К сожалению, на сегодняшний день еще существует множество тушек, которые позиционируют себя как микрофинансовые организации, не имеют никакой лицензии и раздают эти займы нашим гражданам налево и направо. И нигде это нигде никак не фиксируется. Поэтому цифра по заемщикам здесь, откровенно говоря, на мой взгляд, не действительно, не актуальна и не точна. В этой связи надо также учитывать, что микрокредиты выдаются на потребительские цели. То есть, развивая данное направление, мы сознательно вводим нашу экономику в импортозависимость и разгоняем девальвационные и инфляционные процессы. Идет сокращение кредитования национальной экономики, сдерживание роста рабочих мест и доходов населения. Коварство онлайн-кредитования в его кажущей легкости, что загоняет людей в безнадежную кабалу и вызвало необходимость принятия закона о банкротстве физических лиц. В связи с вышеизложенным, фракция Акжол предлагает запретить онлайн-кредитование как важный фактор неадекватной закредитованности населения и мошенничества в этой сфере. Неадекватная закредитованность. Друзья, мы со своей стороны в течение, наверное, одного года бомбили на микрофинансовой организации. Под каждым роликом есть ваши комментарии. И большинство из них говорит, что микрофинансовые организации необходимо закрыть. Они нарушают закон и по разным причинам не должны существовать на нашем финансовом рынке. Сегодня мы видим, что это общественное мнение, которое сложилось в социальных сетях, сейчас отражается в парламенте Республики Казахстан. Надеемся, что это все приведет к каким-то конкретным кардинальным результатам. На этом все, друзья. Мы будем следить за тем, что этому депутату. Если тебе нравятся такие видеоролики, тогда ставь лайк, делись этим видео и следи за нашими обновлениями. Всем огромной удачи и пока!